подкаст лайфхакера полезно и интересно всем привет вы слушаете подкаст лайфхакера короткие лекции о продуктивности мотивации отношениях здоровья обо всем что делает вашу жизнь легче и проще меня зовут екатерина тюрина и сегодня я расскажу вам что такое астения и когда она действительно опасно что такое астения в переводе с древнегреческого это бессилие медики описывают астению как недостаток энергии человек моментально устает даже от простейших казалось бы действий например от похода в магазин иногда астения затрагивает лишь определенную часть тела сложно передвигать ноги или поднимать руки но чаще упадок сил окутывает человека целиком и у этой потери энергии всегда есть объективные причины астения не болезнь это симптом сбоев в работе организма каковы причины астении иногда хроническая усталость является следствием образа жизни так затянувшийся упадок сил может наблюдаться при пережитом умственном или физическом перенапряжении сильных стрессах недостатки сна неполноценном питании дефицит витаминов группы b и c железо и некоторых других микроэлементов снижает гемоглобин и приводит к астении обезвоживание сидячем образе жизни малоподвижность ухудшает работу сердца и как следствие замедляет кровоток из-за этого органам и тканям не хватает кислорода и питания а организму в целом энергии но астения может быть вызвана и некоторыми заболеваниями в том числе опасными упадок сил обязательный и часто едва ли не первый симптом гриппа анемии разного происхождения развивающегося диабета заболеваний щитовидной железы проблем с сердцем хронической сердечной недостаточности нестабильной стенокардии так называют прединфарктное состояние нарушение кровообращения в мозге грозящих инсультом проблем с пищеварением передозировки лекарственных средств или витаминов хронического отравления например солями тяжелых металлов заболеваний которые затрагивают нервную или мышечную ткань рассеянный склероз энцефалопатия миостения рака когда надо звонить скорую не медлите если на фоне слабости привычной или внезапной появляются следующие симптомы сильная резкая боль в груди особенно если она отдает в левое плечо или руку одышка сложности с тем чтобы вдохнуть ощущение что перед глазами все плывет или вдруг теряется боковое зрение проблемы с речью становится сложно подбирать слова или говорить в целом а не менее какой-либо части тела с одной стороны головокружение сильная головная боль спутанность сознания как лечить астению если неотложных симптомов нет свидание с врачами можно отложить но ненадолго ведь астения может быть признаком смертельно опасных состояний обязательно найдите время чтобы проконсультироваться с терапевтом врач задаст вам вопросы об образе жизни заглянет в вашу медицинскую карточку предложит сдать анализы как именно лечить астению в вашем случае зависит от результатов обследования если терапевт придет к выводу что повышенная утомляемость связана с образом жизни он порекомендует вам спать не менее 8 часов в сутки научиться расслабляться чтобы снять стресс следить чтобы в рационе были все необходимые витамины и микроэлементы соблюдать питьевой режим женщинам надо употреблять примерно 2 и 7 литра жидкости в день мужчинам 3 и 7 литра больше двигаться если же анализы выявить что причина слабости какое-либо заболевание терапевт направит вас к профильному специалисту эндокринологу кардиологу гастронтерологу или онкологу когда вы вылечите основной недуг а стене уйдет сама собой спасибо екатерине комиссаровой за этот текст и спасибо вам что прослушали этот выпуск подписывайтесь на подкаст лайфхакера на всех платформах ставьте ему лайки и звездочки заходите к нам в чат в телеграм он так и называется подкаст лайфхакера на этом я с вами прощаюсь пока пока подкаст лайфхакера полезно и интересно